привет всем любителям творчества сегодня я хочу вместе с вами сделать вот такой вот замечательный букетик полевых цветов из ромашек и васильков вот такие вот интересные цветы можно сделать как самостоятельный букет из одних васильков либо можно сделать букетик из одних ромашек если вам интересно оставайтесь вместе со мной я вам расскажу как я делаю такую красоту и так приступим сначала я буду делать ромашку для того чтобы сделать вот такую симпатичную ромашечку мне необходим фоамиран трех цветов белый желтый и зеленый сначала начну из серединки для серединки я вырезала полосочку 10 с половиной сантиметров длина на 7 миллиметров я нарезала небольшими зубчиками максимально близко к краю дальше я вырезала квадрат 4 сантиметра дальше я срезаю углы либо можно сразу вырезать просто кружочек складываю пополам еще раз пополам срезаю немножко серединку раскрываю прохожусь по серединке по краям и каждую часть делю на 3 и точно так же эту сторону теперь мне нужно срезать углы с одной стороны и теперь со второй таких заготовок мне нужно 2 дальше я буду придавать им форму на горячий утюг прикладываю одну сторону и вторую деталь раскроем небольшой секрет как все детали я держу разное количество времени одни держу немножко побольше другие держу немножко поменьше в результате у меня получается детали одни поменьше одни побольше дальше работой и с серединкой беру проволочку делаю небольшую петельку для того чтобы лучше держалась нанесу немножко клея беру суперклей чтобы не было видно клея можно взять горячий клей я предпочитаю взять такой получается более аккуратно и все склеиваем и теперь прикладываю к утюгу теперь возьму ножнички и срежу боковые части все очень легко и просто беру деталь то что немножко поменьше продеваю и хорошенечко проклеиваю и теперь вторая деталь размещаю лепестки в шахматном порядке все цветочки приклеила теперь на эту сторону обратную сторону мне нужно зеленую деталь я взяла квадрат полтора сантиметра срезаю углы и нужно сделать небольшие зубчики продолжаю так дальше вот такая деталь получилась приклеиваем теперь мне нужно сделать такие вот листочки для этого я вырезала прямоугольник пять с половиной на 8 миллиметров нажимаю и оттягиваю теперь мне нужно разогреть и приложить к молду прокрутила пальцы и приклеиваю проволочку и лишнее срежу теперь начинаю собирать для этого я возьму тейп ленту оторву небольшой кусочек складываю пополам еще раз пополам намотала тейп ленту подтянула наверх и промотаю дальше немножко промотала возьму один из лепесточка скручиваю проволочку сначала обматываю тейп лентой и теперь возьму еще один цветочек и соединю один выше один ниже также промотаю тейп ленту также промотаю тейп ленту и добавлю еще два листочка с одной стороны сверху можно сделать немножко поменьше листочки снизу немножко побольше ну а так в принципе можно делать все одинаковые промотала один листочек и возьму еще один листочек немножко выгну в разные стороны ромашечки для того чтобы было веточка немного реалистично можно сделать два цветочка можно сделать три цветочка можно в принципе сделать веточки с одним цветочком это уже как вам больше понравится теперь хочу вам показать как я делаю вот такую вот веточку васильков все тоже очень легко и просто получается очень красиво для василька мне необходимо снова три цвета фоамирана синий зеленый и я взяла немножко темно-фиолетовый вы же можете взять любой другой цвет какой у вас есть либо светлее синий либо темнее синий либо вообще можно взять черный так сначала я вырезала квадрат 4 сантиметра дальше я срезаю углы либо можно сразу вырезать кружочек складываю пополам еще раз пополам теперь теперь срезаем серединку дальше разрезаю по бокам с этой стороны и теперь еще делю напополам раскрываю вот что получилось теперь мне нужно каждую деталь разрезать сделать разрезы примерно по 2-3 миллиметра я разрезала на на 4 части напополам еще раз напополам и теперь мне нужно срезать уголки с одной стороны переворачиваем и со второй стороны вот так так мне нужно проделать со всеми деталями можно разрезать на 4 части можно на 5 частей и то и у меня должна получиться вот такая вот заготовка дальше мне каждую деталь нужно скрутить в трубочку для этого я беру одну деталь немного складываем наношу одну капельку клея и закрываю другой стороной в итоге у меня должен получиться маленький цветочек либо как маленькая трубочка так я должна сделать со всеми кусочками складываю наношу клей закрываю и так дальше вот у меня получилась вот такая вот деталь с одной стороны и со второй стороны все очень аккуратненько и просто таких деталей мне нужно три дальше приступаем к серединке для серединки я вырезала полосочку 3 сантиметра на пол сантиметра 5 миллиметров фиолетовым цветом я вырезала полосочку 4 сантиметра на 7 миллиметров и последняя полосочка 6 с половиной сантиметров на 8 миллиметров что я с ними делаю складываю пополам и максимально близко к краю нарезаю три детали я подготовила беру самую первую начинаю собирать цветочек беру проволочку снова делаю петельку и сразу прогрею на зажигалке беру теперь следующую деталь фиолетового цвета тоже разрезала и начинаю приклеивать все как всегда легко и просто и последняя деталь начинаю приклеивать там где закончилась предыдущая полосочка и сразу прохожусь зажигалкой обрежу все лишнее теперь начинаю все соединять вторая деталь и третью деталь приклеиваю таким вот способом все детали все детали должны быть в шахматном порядке цветочек почти уже готов в шахматном порядке дальше я буду делать толщину басилька для этого я буду использовать остатки изолона вы же можете взять двухмиллиметровый фоамиран либо можно взять одно миллиметровый фоамиран и скрутить трубочкой я покажу как я это делаю можно с помощью строительного фена можно с помощью зажигалки я скрутила вот такую вот трубочку диаметр трубочки примерно 1 см выбираю одну из сторон и мне нужно сделать овальную сторону для этого срезаю немножко в уголке и запечатываю их вот что у меня получилось примерно полтора сантиметра немножко меньше теперь продеваю через проволочку теперь мне надо декорировать эту часть для этого я отрезала тоненькую полосочку зеленого фоамирана примерно 3 миллиметра и теперь мне нужно край обклеить фоамираном отрезать все лишнее теперь наверх я буду приклеивать я вырезала полосочку 12 см и ширина примерно 5 миллиметров и дальше складываю пополам и делаю небольшие зубчики так так нужно поступить со всей полосочкой полосочка у меня готовая начинаю приклеивать приклеивать буду вот таким вот способом зубчики будут находить на зеленую полосочку все подклеиваю вместе теперь чтобы закрыть некрасивую последнюю точечку точно так же как и в ромашках я вырезала вот такую вот деталь небольшую примерно 1 сантиметр продеваю и проклею так этот цветочек уже полностью готов вот что у меня получилось теперь хочу сделать небольшой бутончик для этого я снова сделала такую вот небольшую заготовку я ее сделала из фольги таким же способом дальше вырезала полосочку синего фоамирана 7 сантиметров на полтора сантиметра складываю пополам и нарезаю зубчиками дальше возьму проволочку сделаю петельку и приклею соединяю две детали вместе теперь возьму такую же полосочку как и для этого цветочка и точно так же буду отклеивать начинаю приклеивать сначала на голубенький фоамиран и постепенно спускаюсь вниз каждый следующий ряд немножко ниже и ниже и снова взяла такую же деталь в итоге у меня бутончик получился примерно чуть меньше 3 сантиметров 2 и 8 сантиметров теперь покажу как я буду делать листочки для этого я вырезала из зеленого фоамирана прямоугольник примерно 4 и 2 сантиметра и толщиной полтора сантиметра приклеиваю прокручиваю в пальцах дальше я буду тейпировать буду обматывать проволочку у цветочков и у бутончиков для этого буду использовать половинку полосочки тейп ленты промотала вниз перевернула обратную сторону и подняла наверх дальше возьму листочек соединяю и проматываю с другой стороны теперь точно так же сделай с бутончиком соединяю с цветочком цветочек будет немножко ниже чем бутончик вот такая веточка получилась немножко изгибаю в разные стороны цветочки для того чтобы было более оригинально и теперь смотрите можно сделать бутончики цветочек а можно сделать два бутончика и цветочек можно делать по разному где-то цветочек и бутончик где-то просто два бутончика и теперь останется все собрать в единую композицию то есть соединить ромашки и васильки вот какие ромашечки у меня получили цветоги и вот какой получился букет васильков очень шикарные цветы но делать их очень легко и просто и в конце проматываю тайп лентой вот такой вот шикарный букетик из васильков и ромашек у меня получился все очень легко и все очень просто останется только поставить букетик в красивую вазочку всем спасибо за просмотр подписывайтесь задавайте вопросы предлагайте тему для следующего мастер-класса всем спасибо всем до свидания до новых встреч